Первым пунктом проверки стал плавательный бассейн. Напомним, что после капитального ремонта он начал функционировать в октябре 2017 года. Минувшую осенью бассейн не работал. Это было связано с тем, что требовалось приобрести реактивы для проведения комплекса лабораторных исследований. В конце года все это было приобретено и выполнено. И с января плавательный бассейн начал свою работу. Но так как в январе мы начинаем работать с середины января, мы выждали время, пока дети вспомнят, что такое бассейн, и решили в начале февраля посетить. В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой наполняемость групп небольшая, но мы увидели, с каким удовольствием и интересом дети занимаются плаванием. Следующие в списке – проверка организации горячего питания. Были осмотрены пищеблок, кладовая, где готовится и хранится продукция питания, а также детские группы. Главная задача – проконтролировать этот процесс, проследить, соответствует ли меню, технология приготовления блюд, оборудование требованием Роспотребнадзора, правильно ли хранятся продукты, не нарушается ли срок годности, соблюдаются ли нормы на пищеблоке, то есть все критерии организации питания. В этот день повара приготовили свекольник со сметаной, гречку с тушеной курочкой в молочном соусе, морковный салат и компот из свежих плодов. Дети кушали с большим аппетитом. Это показатель того, что здесь готовят вкусно и из качественных продуктов. Кстати, организует процесс питания компания «Альтаир». Если в школах существует и родительский контроль, то в дошкольных учреждениях родительского контроля нет, и поэтому мы со стороны администрации периодически осуществляем контроль. Затем, из каких продуктов готовятся, какого качества и самое главное, как кушают наши дети. Хочу сказать, что питание организовано, воспитатели и помощники воспитателей активно в этом принимают участие. Следят за тем, чтобы дети все кушали, ни один ребенок не остается без внимания, и качество уже готовой продукции соответствует. Ну а после прошли по территории сада, проверили уборку и содержание.